Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги Ветхого Завета Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 39 главу. В 39 главе продолжается речь Господа Бога к Иову и к его друзьям. Знаешь ли ты время, когда рождаются дикие козлы на скалах и замечал ли роды лани? Можешь ли расчислить месяцы беременности их и знаешь ли время родов их? Они изгибаются, рождая детей своих, выбрасывая свои ноши. Дети их приходят в силу, растут на поле, уходят и не возвращаются к ним. Кто пустил дикого осла на свободу и кто разрешил узы анагру? Такие слова. Бог продолжает речь свою, которая началась в 38 главе и обращена, как я уже сказал, к Иову и к его друзьям. Вот задаются такие вопросы. Знаешь ли время, когда рождают дикие козлы на скалах? То есть действительно Господь говорит, что Он все определил, все в Его находится власти. У человека, тем не менее, остается свобода, свобода выбора. И Бог старается показать и убедить людей Иова и его друзей в своем всемогуществе и призывает их к покаянию, как мы это видели в 38 главе. Вот что по этому поводу пишет свидетель Иоанн Златоуст. Когда Господь говорит, где ты был, оберегал ли ты роды лани? Цитата Иоанн Златоуста. Хорошо Он сказал, оберегал. Если это животное всегда пребывает в бегстве, знаем, лани такие прыгающие животные, страхи и тревоги, всегда прыгает и скачет. Почему, говорит, оно не выкидывает, но роды наступают по исполнению срока? Исчислял ли ты месяц исполнения рождения их, роды их, разрешил ли, вскармливал детей их без страха? Ибо это пугливое животное, пишет свидетель Иоанн Златоуст, как же и их дети, не имеющие защиты от ног, могут быть без страха? Кто их оберегает? Видишь ли, что они действительно не оставлены природой, не оставлены теми законами, которые Бог положил в их животный мир. Ни лев, ни власти над своей силой, ни лань не оставлена. Далее свидетель Григорий Дворислов пишет. «Дети их приходят в силу, выходят на пажите, уходят и не возвращаются к ним. Пажитью Священное Писание называет то вечно зеленеющее место, где пищей нашей уже не может повредить никакая засуха». Это о нем говорит псалмопевец, нам известный всем псалом, который цитирует здесь Григорий Дворислов, 22-й, 1-й, 2-й стих. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим». И еще. «И мы народ павства его, и овцы руки его», Псалом 94-й, 7-й стих. «И о тех же пажитях говорит сама истина, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Евангелие от Анна, 10-9. «Итак, они выходят на пажить, потому что, оставив тело, обретают вечно зеленую пажить». Мы видим, что Григорий Дворислов видит в этих словах не только закон рождения природы, но и иносказание. Говорит о том, что Господь как об этих животных печется, так и о человеке. Здесь вспоминаются слова Господа и Спасителя Иисуса Христа, который говорит, посмотрите на травы полевые и посмотрите на птиц небесных. «Не сеют, не жнут, да, как Господь заботится о них, не кольми пачи, а вас, маловеры». Далее 9-й и 12-й стихи. «Захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у яслей твоих? Можешь ли веревку привязать единорога к борозде, и станет ли он бронить за тобой поле? Поверишь ли ему, что он семена твои возвратит и сложит на гумно твою?» Единорог здесь — это бегемот, который действительно очень сильный, массивный. Мы знаем, что он любит пребывать в таких больших озерах, где лежит там целыми днями. И вот о нем говорит Господь и указывает человеку, что можешь ли ты заставить его приручить и заставить его работать на себя. «Сил-то мне много, ну что же ты, человек, раз ты разумный, надо не только волов, не только лошадей, не только слонов, но и бегемота». Поэтому Господь как бы так говорит с некой иронией человеку. «Захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у яслей твоих?» То есть Господь говорит о том, что отвечает здесь как бы ответ тем людям, которые говорят, что вот эволюция, человек там постепенно приучил разных животных для того, чтобы они на него работали. Вопрос действительно очень закономерный. Почему не приучил такого сильного животного, как, например, бегемота, для того, чтобы он работал на него и мог бы, например, тащить плуг или барану и прочее. Поэтому Господь говорит, что животные, те, которые домашние, это тоже по образу промыслу Божию, тоже все это промыслительно Богом дано в помощь человеку. Вот, казалось бы, два одинаковых с виду животных – волк и собака. Ну, волк – это волк, а собака – это собака. И как есть, опять же, хорошее пословище русское, сколько, говорит, волка не корми, он все равно в лес смотрит. Природа у него такая, не может он, на цепь его посади, он все равно сорвется, убежит. Нет, а казалось бы, для нашего человеческого решения, ну, собака, она и собака, там, волк, какая разница, очень похожа. Нет, Господь говорит, захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у веселей твоих. Вот святитель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу, цитата. Затем после этого он говорит, кто пустит дикого осла на свободу, кто образовал это, говорит, кто установил законы природы, ибо законы, говорит, незыблемы и не повреждаются. Это животное сильное и неукротимое, и даже если ты приложишь множество усилий, ты не приведешь его под свою руку. Что Бог определил, кто расстроит, спрашивает святителя Иоанн Златоуст, что Бог определил, кто расстроит. Ты видишь, что все покоряется и внимает его промыслы и воли. Но если он не захочет, чтобы оно нам внимало, то сколь бы мы не ухищрялись, нам не будет никакой пользы, никакого прока. Почему же наше предприятие остается тщетным? Чтобы когда увидишь прирученного зверя, ты подивился тому, кто сделал его кротким. «Бог оставил множество вещей вне нашей власти, чтобы при виде подчиненных тебе ты не восхищался собственной мудростью, и покорность зверя не приписывал своей ловкости». Но, по-моему, лучше, чем святитель Иоанн Златоуст, по этому вопросу даже выразиться сложно. Итак, далее 19-25 стих. «Ты ли был коню силою и облег его гривою, можешь ли ты испугать его, как саранчу, храпенен ноздрей его ужас, роет ногой землю, восхищается силою, и издалека чует битву громкие голоса вождей и крик». А вот здесь вот уже отцы церкви, это вот Кримит Александрийский и другие отцы видят, много можно почитать истолкований, в этом и насказательный смысл. Ну, например, громкие голоса вождей и крик. «Кто касается искусственных пороков, которые ведут невидимое сражение против нас в пользу гордости, царящей над нами, то одни из них идут впереди, словно вожди, а другие за ними следуют, как войство за вождями. Ибо не все грехи занимают сердце одинаковым подходом, в то же время как серьезные и отдельные грехи вторгаются в разум по его небрежности, меньшие и бесчисленные входят в него полчищами. Гордость царица всех грехов, когда целиком займет побежденное сердце, тут же отдает его семи главным грехам, словно бы своим вождям на разграбление. И действительно, за вождями следует войско, потому что без всякого сомнения от них рождаются беспощадные орды грехов. Вот громкие голоса вождей крики, гордость, говорит, порождает все эти громкие голоса внутри человеческого сердца, за которым следуют беспощадные орды грехов. Далее, 27 и 30 стих сказано. «По твоему ли слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое, он живет на скале и ночует на зубце утесов и на местах неприступных, оттуда высматривает себе пищу. Глаза его смотрят далеко, птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он». Ефрем Сирин видит преподобный в этом непросто, да, то, как Бог устроил эту птицу, что он действительно живет в скалах, в недоступных местах, но видит здесь и преобразовательный пророческий смысл. «Орел, — пишет преподобный Ефрем Сирин, — это Христос, скала — это крест, птенцы же, пьющие кровь, — это души святых, которые питаются кровью Христа, истекающей из пронзенных рёбер, той кровью, которой питаются и народы верующих, словно птенцы небесного орла Христа». Действительно, я вот когда был в Греции на Афоне, недалеко от монастыря, если мне память не изменяет, это недалеко от Ватопеда, да, и нас там один монах такой добрый у нас возил там по близлежащим монастырям, и мы заехали в один, вот, к сожалению, не вспомню, вспомню, потом на следующий раз скажу, недалеко от Ватопеда, там при входе есть такая фреска, действительно, это Христос, вот я первый раз увидел такую фреску на кресте, и вот там орлы, и они как бы, вот, кровь истекает, и они питаются этой кровью, это прообраз такого причастия, вот я такого вот не видел, такой видел, мне это так, немножко так сначала непонятно было, но потом по беседу, мне так объяснили весь этот образ, прообраз, и то, о чём здесь говорит, не то, чтобы непонятно, просто такой вот образ впервые видим, и вот то, о чём говорит преподобный Ефим Сирин, словно птенцы небесного орла, они питаются кровью Христа, истекающей из пронзённых рёбер. 31-32 стих «Я продолжал Господь и сказал Иову, будет ли состязающийся с Вседержителем ещё учить, обличающий Бога, пусть отвечает Ему». Это такой, как выражается здесь Григорий Дворислов, призыв к смирению, призыв к смирению, кто будет спорить с Богом. В 33-35 стихе, чем завершается эта глава, «И отвечал Иов Господу и сказал, вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои, однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду». То есть Иов, слышу голос Божий, он проявляет такую вот мудрость, то, что замолкает. Действительно, кто будет говорить, когда говорит сам Бог. Итак, мы видим, что 39-я глава снова раскрывает величие Божие. И самое важное для нас то, чем она завершается. Иов, да, припадает пред Богом в покаянии, замолкает. И действительно, как говорят в хорошей, опять же, пословице, что молчание — золото. Действительно, когда Бог начинает говорить, надо замолчать. Очень важно еще нам с вами, когда мы читаем священное писание, когда исследуем отцов в церкви, учиться и тренироваться. Понятно, что это получается и получится, не сразу, может быть, и вся жизнь на это уйдет, и до смертного адра. Но научиться не отвлекаться на посторонние вещи. Если мы начали что-то делать, начали читать Евангелие, постараться, пусть лучше меньше, несколько стихов, но прочитать их внимательно, со столкованием, как следует. А не так. Бросили, побежали, в вечном времени не хватает. Начали читать, чайник поставили, чайник закипел, к нему побежали. Это как будто круговорот. Мы сами себя заглушаем, этот голос Божий. Иов оказывается здесь действительно человеком мудрым, праведником Божиим, страдальцем. Когда Бог говорит, он молчит. А что такое чтение Слова Божия? Это тоже прямая речь Бога по отношению к нам. Поэтому постараемся, братья и сестры, изучая священное писание, читая божественные откровения, стоя на божественной литургии, на молитве, возвращать свой ум к тому, что мы слышим. Чтобы не произошло с нами то, что Христос говорил книжникам и фарисеям. Имейте глаза и не видите, имейте уши и не слышите.